7 июля состоялось последнее в этом учебном году заседание ученого совета КФУ. Основным вопросом повестки дня стало утверждение кандидатур на должности в университете. Как и расписано регламентом, голосование было тайным. Также в ходе заседания было утверждено создание научно-образовательного центра моделирования ТРИС. Проректор по научной деятельности Данис Нургалиев подробно описал основные задачи научного центра. В этом центре будут располагаться центры моделирования трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Основной его целью будет подготовка магистров, изучающих конкретные проекты. Решением ученого совета также принято регламент о создании почетного списка за особый вклад в развитие университета. И запланировано создание специальных фондов поддержки семей сотрудников университета и выпускников. «Желание сделать различные фонды поддержки, начиная от старшего поколения людей, отработавших всю жизнь в университете и вышивших на пенсию, на заслуженный отдых. Мы тоже сегодня начали вести определенные разговоры с нашими попечителями. Вы знаете, мы не согласны создать аналогичные фонды, только все хотят видеть целевое назначение расходования ». Последним на заседании ученого совета стал вопрос о решении создания рабочей группы по подготовке конвенции трудового коллектива для переизбрания ученого совета университета. Адилия Валеева, Ленарда Влетяров, Роман Самарин, Универньюз.